Итак, доброе утро, дорогие друзья! Все, мы начинаем наш традиционный урок. И начинаем мы его сразу, схода, прямо конкретно. Начинаем сразу изучать, потому что мне нужно будет вот прямо выбежать сразу после урока и бежать на работу. И в Торе, например, очень сильно разбирается соотношение вот это духовности и материальности. И насколько вот они должны быть интегрированы, что важнее, что не важнее. И Яков Шатайдин вот знает. Это очень большой вопрос. Что важнее и как это интегрировать. Например, написано в Мишне, мы учили в Перте-Авод, что Яфетал Мутараем Дерахеретс, что очень прекрасно совмещать Тору вместе с работой. Ши Ди Ячнеем Мишака Хатавон, что все эти, когда ты устаешь от двоих этих вещей, то забывается дословно, забывается грех. Мишака Хатавон, то есть усилие, твой труд в этих двух сферах не оставляет тебе вообще никакого времени на то, чтобы грешить. У меня действительно вот даже погрешить нет времени. То есть я сейчас урок закончу и на работу целый день стою на сцене и рассказываю. Но опять же, по факту-то, по факту, есть время грешить все равно. Потому что человек может в один момент, в одну секунду поменять свой статус из праведника в грешника. Вот может, комиссарок знает. Например, когда ты сидишь, например, и думаешь, так, какая же у меня моя жизненная идеология, какая она, да? И ты такой, хоп, и говоришь, есть Бог, Бог один, чего я за него думаю, Бог за меня решит. И ты в этот момент стал цадиком. То есть ты говоришь, я принимаю одно решение, мне не надо беспокоиться, что будет, пусть Бог беспокоится. У меня есть одна забота, сделать так, чтобы Бог был мной доволен, да? То есть идти по его торе, по его торе, по заповедям. В этот момент человек становится цадиком. А потом он вдруг идет-идет по вот этой вот торе, а потом он в какой-то момент, да, и переходит на какую-то другую идеологию. И все. И у него в этот момент он может стать злодеем за одну секунду. Хорошо, значит, а мы изучаем, как вся эта система работает. То есть вначале человек должен понять, потом принять решение, а потом еще глубже понять. Значит, смотрите, написано здесь так. Мы изучили, кого Бог не любит, да? Вернее, не так. Никого Бог не любит, а какие качества в человеке он не любит. Он не любит гордость, глаза такие вознесенные, лживый язык, руки проливающие кровь, злые замыслы. Но больше всего Бог не любит раздоры. Прямо здесь написано, больше всего Бог не любит раздоры и конфликты, злоязычия. Это все самое страшное. В 19 отрывке написано, медианим. Тот, кто мешал их медианим, тот, кто делает раздоры. Это ужасно. Значит, дальше нам сказали, а как же избавиться от раздоров. И написано, что нужно в сердце своем хранить заповедь. То есть все время человек должен чем-то заниматься. Мозг не может не заниматься, человек не может не заниматься. И весь вопрос в том, что ты себе ставишь как приоритет для мышления, какую ты задачу решаешь. То есть ты должен себе поставить задачу, и мозг крутит ее, решает. И весь вопрос в том, какую ты ставишь задачу. Посоветовал нам царь Соломон в 20 отрывке, чтобы хранить заповедь, поставить задачи, делать заповедь. И тогда ты не отодвинешься от Торы, потому что ты будешь все время думать о том, как выполнить заповедь и узнавать. Дальше он нам говорит, что повяжи на сердце свое. Прям нужно прикрепить Тору. Она все время слетает. Тебя все время ведет в какие-то стороны. А тебе нужно ее прям завязать на сердце, на мышлении. То есть ты должен себя прям Торой-то кружить. Поэтому мы и ходим в цицит, вот эти вот цицит, кипа. Кипа это переводится как ермолка и радмолка, страх перед царем. То есть ты все время, на голове у тебя напоминание, что ты еврей. И говорит ты должен слова Торы. Потом дальше. И тогда, 22-й был отрывок. Когда ты пойдешь, она будет с тобой. Когда ты лежишь, она будет тебя охранять. Когда ты проснешься, она будет с тобой разговаривать. И мы вчера закончили на 23-м отрывке, что каждая заповедь, это как свеча. Ты делая заповедь, ты зажигаешь этот духовный свет. Тора, когда ты изучаешь Тору, на тебя идет свет от Бога. А путь жизни, то хохот мусар, увещевание, увещевание и страдание. То есть или ты идешь по правильному пути и слушаешь увещевание. Или если ты сворачиваешь с пути, тебе страдание напоминает, что ты свернул с пути. И тебе надо вернуться. А до этого мы учили, что злодей, который ушел от Торы, который все себе объясняет в какой-то другой системе объяснений. Что он сломается и нет у него излечения. Потому что он, какое бы у него ни было страдание, он его не объяснит себе правильно и не сможет исправиться. Дальше. Дальше 24-й отрывок. Царь Соломон переходит на тему, которая звучит так. Вот мы сегодня начинаем 24-й отрывок. Он звучит так. Значит, здесь есть прямое понимание, что женщина это женщина. То есть царь Соломон жил 3000 лет назад в Израиле. И как в любом народе, юг, такой южный народ, как Армения, Грузия, можно так представить. Дадистан, Чечня, все горячие. И естественно, а тогда они были не просто горячие, они тогда были огненные. Потому что есть история, есть история то, что читается на Йом-Кипур, есть отрывок на Йом-Кипур о запрещенных половых связях. Там такие половые связи, что в голову нормальному человеку не придет. То есть у них настолько было сильное половое влечение, что они не могли остановиться перед ним вообще. То есть оно просто, у них планка падала. Во времена первого храма, тогда было другое сексуальное влечение у людей. То есть совершенно у них планка падала. Вот они видели только что-то шевелится, и они туда сразу не могли остановиться. И, значит, поэтому надо понимать следующие отрывки с этой точки зрения. И он говорит, что Тора, только Тора, только вот эта связь с Богом на высоком уровне, она охранит тебя от женщины злой. Что за женщина злая? Малдым объясняет эта еврейка, которая не соблюдает заповеди. И от языка, значит, льстивого языка нахрия, нахрия это чужестранка. То есть это из другого народа, которая тебя совращает. Царь Соломон, он женился же, у него было 700 жены, 300 наложниц. У него был огромный гарем вообще, невероятный. И практически весь гарем состоял из чужестранок. Он женился на дочках, на принцессах всех окрестных народов. Там дочка, там, председателя райисполкома, председатель сельсовета. Он со всеми народами вокруг женился. И он хотел их всех привести к Богу. Он построил первый храм и говорит, смотрите, вот это вера, вот это настоящая вера. Вот так надо, вот единый Бог, вот заповеди Тора. Понятно? Привел он даже, он женился на египетской принцессе. Египетская принцесса, которой египет в то время был, как сейчас Америка. И он говорит, смотрите, вот это вот вера. Вот единый Бог, творец, создатель неба и земли. Классно? Они говорят, классно, классно. И начинают, одна вуду, там, одна это самое, знаете, вуду такие куклы делает, другая там, еще что-то. И они продолжают все свое идолопоклонство мутить. То есть он не сумел, царь Соломон, их привести под веру в Бога, вот в такого понятная, чистая, такая простая вера. И поэтому он предупреждал в Мишле, чтобы ты остерегался. Первое, это просто женщины. Потому что женщины имеют над мужчинами власть. И от того, какую ты выбираешь жену, зависит вся твоя жизнь. Второе объяснение, что женщина, это идеология. То есть это идеология, и он говорит, остерегайся. То есть есть разные идеологии. Есть, то есть остерегайся. 25-й отрывок. Он объясняет эту мысль дальше, в 25-м отрывке. И он говорит, говорит он так. Аль-Тахмот-Яфия-Беливавеха. Не возжелай ее красоты в твоем сердце. Аль-Тика-Хеха-Ба-Фафе. Ба-Фафея. И не увлечет она тебя своими веками, как веками. Ну, веки это вот эти вот, веки. Непонятно, как она может, как она может увлечь его, не возжелая ее красоты в сердце, и не заберет она тебя своими веками. Значит, если мы идем сейчас по простому, по такому материальному объяснению, да? То здесь объяснение психологическое очень простое. Человек, которому нравится женщина, мужчина какой-то, да, которому нравится женщина. Он, женщина, на самом деле, по факту он ее не видит. Он ее один раз увидел. Что значит увидел? Это отражение от нее света. Пошли волны. Значит, световые волны. Эти световые волны от нее отразились, ему ударили в глаза. В глазах они ударили по хрусталикам, колбочкам. Они пошевелились. У него пошел сигнал на сетчатку. На сетчатке у него образовалось какой-то отпечаток. Этот отпечаток пошел по нервам внутри мозга, электрохимический импульс. И у него внутри появилось какое-то, какое-то у него появилось изображение. То есть человек, который смотрит на другого человека, он в ту же самую секунду взаимодействует не с человеком, а с его изображением в своем сердце, которое он сам же и создал. Теперь дальше. Процесс, когда мужчина, например, или влюбляется в женщину, влюбляется, там, сходит с ума. Вот здесь написано, он это называет словами, не вожелай ее красоты в сердце твоем. Если он, именно он об этом говорит, не вожелай ее красоты в сердце своем, то по факту сам процесс потом вожелания красоты происходит не в момент, когда он на нее смотрит, а в момент, когда он лежит там дома и думает, вот она какая красивая. И он ее представляет, представляет, что он с ней делает и так далее. То есть процесс вожелания происходит не в момент смотрения, а в момент в сердце твоем. и не заберет она тебя твоими веками, то есть иногда люди там, ну вот как обычно женщины себя там украшают, да, что они там делают какие-то ресницы, какие-то там в то время я не знаю, как они себя украшали но тоже как-то красили они себя такие румяна были у них, такие румяна в то время, наверное и значит говорит царь Соломон, что все, что ты себе выдумал про нее, ты выдумал интересно, я сейчас вспоминаю, как Рабин Ахман был такой, Рабин Ахман, который похоронен в Умане он был цадик, и он чтобы у него не было вот этого возжелания женщин, который запрещен, он был женат и вокруг полно женщин и Ецарара, вот это вот желание внутри, оно внутри побуждает тебя прилепиться к этим образом и чтобы они заняли твой внутренний мир, твое сердце, так он что сделал, я читал он выучил анатомический атлас и он в момент, когда он представлял какую-то женщину, он ее представлял в виде анатомического среза, то есть он ее просто внутри, все равно что ты с образом работаешь он ее внутри так препарировал и видел ее как вот кишки там у него внутри 14 метров кишок видел у нее вот эти все мышцы там такие, он снимал вот у нее вот этот слой как бы, да, мысленно и он видел ее как бы такая, какая она есть, но еще раз никогда мы не видим человека такой, какой он есть, мы всегда работаем с образом, поэтому нам сказал царь Соломон в 25 отрывке аль-тахмод красоты ее в сердце твое и не заберет она тебя вот этими своими веками накрашенными, которые она себе специально придумала как в инстаграме, не верьте инстаграму а сейчас как идет, то есть в инстаграм постят картинки они все фотошоп, фотошоп человек прилепился к картинке и внутри он начинает крутить, 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 крутить потом бах, он ее хочет Кого он хочет? Человека он хочет? Или картинку он хочет? Или свой образ он хочет? Он хочет тот образ, который он создал у себя внутри. Понятно, да? Двадцать пятый отрывок. Не возжелай в сердце и не будешь ты ухвачен ее веками. Я уже Браху говорил. Дальше, двадцать шестой отрывок. Используя то, что они ее хотят. Он говорит, что из-за вот этой женщины зоны, блудной женщины, нищают до буханки хлеба. Сколько людей разрушили свою жизнь, потому что они хотели каких-то женщин непонятных, хотели, рушили свою жизнь. Вот был случай, например, да? Билл Клинтон, президент США. И он президент США, у него жена там есть, дети, все. Тут у него эта помощница Моника Левински. И он там камеры, охрана, за ним следит весь мир, все разведки мира за ним следят. Службы безопасности, ЦРУ, ФБР, все. И у него настолько башню рвот, что он ищет там какие-то места в Белом доме, и он надеется, что все это пролезет. Потом это вылазит наружу. Он клянется перед всем народом США, что ничего не было. Он же поклялся тогда, ничего не было, говорит. Они доказывают, что было. Он говорит, было, говорит. Ладно, было, говорит, ну типа не знаю, что было. Все. Репутация испорчена, жизнь разрушена. Почему? Потому что увлекла она его, он не обнищал до буханки хлеба. Но есть много вот таких схем, когда у людей сносит башню из-за вот этих вот женщин, но неправильных. А бывает, что человек влюбляется в замужнюю женщину. Это вообще страшное дело. То есть по Торе это запрещено. Это разрушенная семья. Муж готов убить, уничтожить всю, вообще всю эту историю. То есть есть сколько я знаю случаев, когда из-за того, что кто-то влюблялся в замужнюю женщину, и потом это была разрушенная семья, потом у них там были такая Санта-Барбара, что не дай бог никому такие Санта-Барбары. А все почему? Потому что человек себе внутри напридумывал, что ему будет хорошо. Потом, когда все это происходит, оно оказывается, что все не так, как ты придумал. Вообще в жизни все не так, как ты придумал. В общем, предупредил наш царь Соломон. Ну здесь опять же я вспомню эту историю, которую я даже размещал, я не помню, в какой-то главе я размещал. История про еврейского одного парня, который миллионер, женился на мисс Пуэрто-Рико. Я размещал эту статью. Женился на мисс Пуэрто-Рико, значит договорили, что она пройдет Ди-Юр, потом она сказала, Ди-Юр я проходить не буду. Он говорит, ну давай тогда разведемся, поживем отдельно. Она говорит, давай, но говорит, половину денег давай мне. Он говорит, за что? За то, что мы с тобой полгода пожили и как бы, и что? Она говорит, ну ладно, разберемся. В общем, они поговорили, выходят они на улицу, а она в это время наняла киллера и значит его убили. Все. Вот вам история. Это как раз из-за женщины блудной, нищают до буханки хлеба, то есть даже умирают. Теперь, дальше царь Соломон говорит нам вот такую интересную вещь. Говорит он в следующий отрывок, 27-ую интересную вещь. Значит он, сам царь Соломон женился на 700 вот этих вот женщин, принцесс, для того, чтобы нести веру в Бога всему миру. И есть известная история, как приехал, вы можете погуглить, это все есть в Википедии, везде это есть. Приехала царица Савская, это была африканская царица. Приехала она к царю Соломону в первый храм, посмотреть на это все величие, на его мудрость. Уехала, родила ребенка эфиопские цари, династия эфиопских царей. Они, прям у них есть предание, что они как раз вот от царицы Савской и от царя Соломона, это династия царей. Но так получилось, что в итоге, прямо написано в Торе, в Танахе, в письменной Торе, что совратили эти все жены сердца царя Соломона. Не то, что он стал служить идолам, но он, как бы он надеялся, что он их всех подтянет. А получилось, что не получилось у него, и они все продолжали там, прямо уже в Иерусалиме, каждая там служить идолам, это то, это это. И в итоге он нам говорит, 28 отрывок, он нам говорит, смотрите, 27 в начале. Он говорит, подумайте, говорит, он говорит, может ли человек положить огонь себе за пазуху, и чтобы одежда не сгорела? Он говорит, смотри, вот ты, значит, хочешь кого-то там сделать лучше, приблизить его, вот ты, значит, тянешь его за собой и так далее, а с тем же поведешься, от того и наберешься. То есть ты, если ты прикасаешься, приближаешься к злу, может ли такое быть, чтобы ты не сгорел? Он говорит, ну не может. Ну какое-то время может, но где-то все равно будет пробой. Есть известная история, в Киеве похоронил, был такой великий мудрец, Саба Минавардак, Саба, дедушка из Навардака. Он в 20-е годы, он создавал ешивы, он был, называл себя Ишбитахон, то есть для него не было реальности. Он был настолько, вот 100% он прилеплен к Богу, вот не было реальности для него вообще. Он был абсолютно оторванный от реальности, и Бог ему реально помогал, там чудеса у него были, чудеса, чудеса. И когда был ТИФ, эпидемия ТИФа, он в ТИФе, он ходил в больницах, там помогал людям, то есть он вообще не обращал на это внимания. Но в итоге все равно умер, то есть в какой-то момент снялась защита, в какой-то момент он отвлекся, в какой-то момент что-то произошло. То есть если ты идешь в опасное место, то ты должен знать, что где-то пробой будет. Если ты идешь вот про вот эти вот женщины неправильные, да, ведь женщины, и мужчины же есть неправильные, никто же не спорит, есть мужчины неправильные, и женщины неправильные, но у женщин, они имеют над мужчинами власть особенную. И у женщин, у них их голова, их мышление написано в Талмуде, что у женщин разум более подвижный, он такой подвижный, то есть у них меняются эмоции, настроение и так далее. И когда женщина, она зацепила мужчину, мужчина, он настроенный вообще на внешний мир, куда-то там на что-то делать, а его вот так вот начинают постоянно вокруг него вот так вот колбасить, то мало кто устоит. Поэтому царь Соломон говорит, подумай тысячу раз, приближаться к тебе, к таким женщинам, или не приближаться. Понятно, да, идея? Все, дорогие друзья, значит, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем сегодняшний урок. Давайте подведем итог. Итогом является то, что... Что является тут итогом? В общем, что нужно женщин остерегаться. Нужно женщин остерегаться и... Очень остерегаться. И искать женщин... Я не знаю, я ничего не могу сказать. Я 20 лет женат. У меня вон жена рядом сидит, слушает, смотрит на меня очень так... Как-то смотрит на меня. Я не знаю, еще не могу понять, как она на меня смотрит. Но, в общем, я вспоминаю в Пертьявод. В Пертьявод написано, не умножая разговоры с женщиной, и, наверное, о женщинах тоже. Поэтому мы на этом этот урок заканчиваем. Каждый сделает, пускай, свои выводы, что он имел в виду. Еще раз перечитайте эти отрывки, переводы, комментарии к ним, значит... И каждый делает свой вывод, потому что Бог говорит каждому из нас в его ситуации. И давай вот этот вот... Мы сейчас изучаем Тору. То есть каждый получил некий для себя такой луч света, да... Нет и набор информации, но у каждого он внутри преобразуется в зависимости от намерений каждого в что-то свое. Все, делайте свои выводы, изучайте Мишли, изучайте Тору, делайте заповеди, и у вас будет все великолепно. Все, всем удачи, успехов, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok